Всем большой привет! Сегодня будет видео по запросу, а точнее о том, как я борюсь с появлением растяжек. Конечно, в первую очередь я хочу сказать, что у меня нет растяжек на животе, у меня нет растяжек на груди. То есть я пока что успешно борюсь с их появлением и надеюсь, что у меня получится это делать до победного конца. Что такое растяжки, а точнее, что такое стрии? Стрии это атрофические рубцы, проявляющиеся в виде полосы видных изменений на коже различного цвета. Они могут быть темно-синего цвета, могут быть классического белого цвета. Все зависит от цветового пигмента вашей кожи. Изначально, когда растяжка появляется, она имеет красноватый оттенок, но через некоторое время она белее. Сами по себе эти растяжки ничем не опасны. Они не представляют никакого вреда для нашего здоровья, но при этом это очень неэстетично, очень непривлекательно. Это сильно снижает уверенность в себе. Поэтому очень важно заниматься профилактикой. В этом вопросе действительно важна профилактика, а не лечение. Поскольку лечение растяжек, избавление от уже появившихся растяжек, это очень-очень длительный, долгий, сложный, тяжелый и дорогой процесс, поэтому, конечно, я рекомендую всем заниматься профилактикой. Мы не любим профилактику, потому что это такая вещь, от которой мы не видим сразу результатов. Но, тем не менее, это очень важно. И важно убедить себя в том, что если я вот сегодня сделаю это-это, то тогда в будущем я скажу себе спасибо за то, что сегодня у меня, например, нет растяжек. Конкретно мы сейчас говорим о растяжках, которые появляются во время древности. И здесь уже есть несколько причин для их появления. Это быстрый набор веса, конечно, это гормональные изменения, наследственность. Есть несколько очень важных правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы не появились растяжки. В первую очередь, это сбалансированное питание. Очень важно, чтобы еда, которую мы кушаем, включала в себя очень много белка, который положительно влияет на выработку коллагена и эластина. А что происходит в том случае, если в организме плохо вырабатывается коллаген и эластин? Получается, что кожа сохнет, и она не может растягиваться так, как она должна растягиваться. И получается, что в какой-то момент некоторые участки кожи просто рвутся, грубо говоря, и на их месте появляется строительный материал, который мы уже называем впоследствии растяжки. Второе очень важное правило – это питьевой режим. И я всегда говорю о том, что вода очень-очень-очень благотворно влияет на наш организм, в том числе на отсутствие растяжек. Потому что, опять же, обезвоженная кожа – это сухая кожа. Сухая кожа подвержена растяжкам даже в том случае, если вы просто резко сядете на стул, потянетесь или что. Очень важно, чтобы в вашем организме было достаточно влаги для того, чтобы кожа сохраняла эластичность. И третье и самое-самое последнее правило, которое необходимо соблюдать, но многие считают, что это правило основное, и только оно вам поможет, и, в принципе, это самый легкий способ борьбы с появлением растяжек. Это крема, масла, скрабы, какие-то процедуры, массаж и все такое. Почему? Потому что важно изначально изнутри дать коже то питание, которое должна она получать. В свою очередь, крема и масла, они помогают насытить кожу витаминами снаружи. Это немного увеличит ее эластичность, немного увлажнит ее, но этого недостаточно для того, чтобы быть на 100% уверенной в том, что растяжек не будет. Я использую средство покупное от растяжек, и это уже третье средство, которое я попробовала, и на нем я остановила свой выбор. Первое мое средство – это был крем от Мама Комфорт. Мне совершенно не понравилось, как он пахнет, мне не понравилось, как он остается липкой пленкой на коже, он совершенно плохо распределяется, и, в общем, но при этом он дешевый. А второй крем – это был Мадокер. Я искупила его, и, в принципе, он неплохой, но я не чувствую должного уровня увлажненности, который я бы хотела ощущать после нанесения этого крема. И поэтому третье, что я купила, – это популярный био-ойл, и я хочу сказать, что это действительно то, что увлажняет кожу, я это чувствую. Более того, я наношу его не только на живот, но и на все тело, кроме лица. Очень важно понять, что если растяжки уже появились, то нет никакого смысла наносить на них какие-то дорогостоящие крема, масла, эмульсии и всякие эликсиры волшебные, которые обещают вам, что ваша кожа станет очень-очень красивой, и все растяжки просто исчезнут с нее. Не верьте этой рекламе, это невозможно. Конечно, растяжки можно уже вылечить только у косметолога, хирургическим путем, каким угодно, но только не косметическими средствами. Я, в свою очередь, очень активно занимаюсь профилактикой растяжек, потому что я, хоть у меня и нет наследственной предрасположенности, тем не менее, я немножечко побаиваюсь их появления. Смотрите, наш организм женский, да, он, в принципе, приспособлен к тому, чтобы кожа живота растягивалась по мере роста плода. Но большинство женщин набирают вес свыше нормы, то есть резко прибавляют в весе, допустим, на третьем, четвертом месяце, да, они сильно прибавляют в весе, в связи с тем, что начинают кушать все подряд, сметать из холодильника все, что они там находят. Это совершенно неправильно, по понятным причинам. Конечно, наш организм к этому не готов. Мало того, что в нем и так растет новая жизнь, и она требует некоторого места. Плюс еще сама по себе женщина издевается над своим организмом, он убирает лишний вес, и, конечно, тогда получается, что наш организм просто в панике начинает рвать на себе кожу и в итоге зашивать ее так, как может, не задумываясь о том, красиво будет это смотреться или нет. Другое дело, когда изменения в гормональном фоне дают такой неприятный эффект, как стри. В этом случае, конечно, надо очень-очень-очень-очень стараться изнутри поддержать нужный уровень увлажненности кожи. Конечно, это тяжело, но все-таки нужно попытаться, нужно уделять каждый день этому время. Каждый день нужно не лениться и проводить работу над своим телом, укреплять его, питать, увлажнять, и тогда, конечно, он вам скажет спасибо, естественно, и тогда все будет прекрасно, родить, животик сойдет, и никаких растяжек как таковых не будет. Да, я покажу свой живот сейчас для того, чтобы просто показать, как он сейчас выглядит и есть ли на нем какого-то рода растяжки. Вот, у меня сейчас шестой месяц. В принципе, никаких растяжек нет, и есть только вот вены выступающие, но никаких растяжек я не наблюдаю, и надеюсь, что они не появятся. И всем большое спасибо за просмотр, я надеюсь, что мое видео было для вас полезным, и увидимся очень скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok